Мы в очередной раз собрались, решили собрать собрание. Поскольку на предыдущем собрании, когда мы обратились к губернатору области с просьбой помочь нам разъяснить эту ситуацию, он не прореагировал на это. А уж что говорить тогда о тех подчиненных ему структурах, то есть жилищная инспекция и все прочее. В прокуратуре области, а потом и района нашего Волжского было признано, что все три протокола Скалово-Горской ЖЭК, которые были в 2020 году ими предъявлены, они все поддельные. Но для жилищной инспекции, оказывается, поддельные эти бюллетени не являются причиной непризнания протокола общего собрания. И вот поэтому мы собрались в очередной раз, чтобы это все прояснить, обратиться уже не к местным властям, а обратиться к властям, которые у нас в нашей столице, то есть к Бастрыкину, председателю Следственного комитета, к Володину, председателю Государственной Думы и этому Краснову, генеральному прокурору. Если только в течение вот этого месяца, сентября, наш вопрос не будет решен на местном уровне, нам придется прийти к крайним мерам. То есть мы придем в жилищную инспекцию, расположимся там и будем там объявлять голодовку. Согласны со мной? Потому что это уже надоело, мы уже год и 10 месяцев горимся, и никак, вот вы говорите, что написали, кучка. Это не кучка, это большинство жителей нашего дома не хотят больше мириться с такими условиями, не хотим мы жить так больше. Нам эта грязь, вот эта... Сейчас вот туалет у нас в подвале, это в подъезде, который этот день канализации воняет. Они пришли, посмотрели и уехали, ничего не сделали. Так давайте хотя бы мы сами защитим свои права, и что-то, чтобы от нас был какой-то этот сдвиг. А то правильно, вот сидим, поговорим, поговорим, на том все и кончается. Вот кто может меня поддержать, прошу это, высказаться. Окна на первом этаже, вот подъезд наш, третий он у нас, по-моему, вставили на первом этаже. Все, остальные окна битые, перебитые. Подъезд не убирается, а какой-то он обработки может идти речь. Вообще ничего не делается, даже просто подмести, и то не подметает. У нас деньги есть на текущем ремонте, и большие деньги, потому что основных, больших работ по текущему ремонту, кроме как чистки канализации, не было. Потому что трубы у нас заменены в подвале, протечек у нас не было, деньги у нас есть. Говорю, почему у нас только один этаж застеклили? Он говорит, я поднимал этот вопрос, разговаривал с Жуковским. Жуковский выставил условия. Пока не подпишут капитальный ремонт, то есть рвутся до наших денег на капитальном ремонте. А была какая-то реакция после прошлого обращения? Вот после прошлого обращения реакция была. Но оборот она ужесточила наши. Вызывали они в жилищную инспекцию некоторых собственников. Они наши протоколы стали проверять. Не Скалово-Горский ЖЭК, а тот протокол, на котором мы создали ТСЖ. Мы прошли все инстанции. И это налоговую, и это еще какой-то реестр. Мы все прошли, осталось только нас утвердить. Вот, кстати, Вербина, который председатель жилищной инспекции, мы 21 марта 2000 года приглашали их сюда. Он приходил, не один, постоял, выслушал нас. Мы сказали, вы понимаете, мы с 2010 года хотим уйти от этого Жуковского, из-за его этих компаний, потому что менялся то Первая Волжская, то Скалово-Горская, то опять Первая Волжская, то опять Скалово-Горская. Вот, выслушал молча, и все, и на этом закончился. Здесь за деревья с нас взяли деньги, по 450 рублей с квартиры. А дворник говорит, это не наша территория. А как раз за деньги за их забрать деревья? Это не наша территория, это относится к училищу. А с нас взяли по 400 с лишним рублей. Подписала наша жительница, заявку дала. Вот она дала. Вот эти два товарища ходили напрямую по квартирам, и нас не то что уговаривали, а говорили, что вот мы вам 18 рублей с вас берем, а с вас будут 30 рублей брать. Я говорю, а за что же с нас такие деньги-то брать? А вчера пришли, предложили третью силу какую-то. Мы знаем, в какой вы ситуации, мы знаем, что вы заложниками являетесь. Мы вам предлагаем третью силу. Говорю, назовите вашу силу, которая придет и поможет нам. Вот я их пригласила сегодня на собрание. Вот пусть они выскажутся и скажут, как они нам могут помочь, вот эта их третья сила. Объясните, как они будут в ТСН платить 18 рублей просто экономическую подоплеку. Вы объясните, почему вы создали ТСН, а многие люди даже об этом не знают. Подождите, давайте тоже, ребят, ребят, второе, объясните людям, как можно ТСН прожить на 18 рублей на тарифе. Я сам живу в ТСН, 30 рублей тариф. Объясните, как вы собираете. Вот мы хотели, поэтому нам объясняли. Объясните, пожалуйста, вот это людям. Люди от вас бегут, потому что вы их обворовали три раза уже. Три раза обворовали. Мальчик, скажи, кто украл у кого? Украли вашу бывшую компанию. Что украли? Статью текущую эмоцию. Какой текущий? Что нигде не делали, скажи нам, пожалуйста. Скажи нам, как все делать, делали. Сказали, обрезали, обрезали. Что мы просим, то и делали. А они никогда никуда не ходили и не просили. Вот это активизм, вот это активизм. Которые вам уже сидеть дома надо. На полочку ручек спрашивают. Так, мне все делали. Что мне хотел, я делал. Что ты просил? Вы отверьте людям на вопрос, как будет ТСН, выживать на 8.000 рублей. Пожалуйста. Воровать не будут. Воровать не будут. Воровать не будут. На 18 рублей невозможно, покажите ТСН. Понимаете, в чем дело? А вы как? Вы в темно используете людей. Вы в темно используете людей. Вот, делали, вот покадуха. Вот ваша покадуха. На втором этаже стоит оттопка. А остальные 8 этажа. Как вы сейчас будете содержать штаб? Как вы будете содержать штаб? Вы же не ваша проблема. Это не ваша проблема. Это не ваша проблема. А что вы не воровали, как вы и все. Да, воровать не будет. Что вы не уходите? С того, его что-то здесь. Так, все, ребята. Мы обратились, высказали свои претензии. Так что, если серьезных мер не будет принят в течение сентября, мы объявляем голодовку в жилищной инспекции на ступеньках. Вечером прихожу. Все, как дела, так и...